всех приветствую друзья сегодня у нас 31 марта сейчас постараюсь снять видео такой вот htc one мне принесли sv модель htc one sv модель pl80 130 ни разу не забирал первый раз попался в руки может разбирал дисплей ни разу не менял уже не помню так выглядит дисплей точнее дисплейный модуль разъемы тачскрина дисплея сейчас мы с вами разберем проверим тач работает матрица дисплея на я целая выключаем смартфон не попал наконец-то я смогу отключить снимаем заднюю крышку так здесь у нас сим-карта включился снимаем батарею снимаем задние виды сбирали телефончик пломба сорвана интересно зачем одинаковые черные винты все твердка на 5 сим-карту достаем карту памяти снимаем судьбу всему крышку видео идет заодно с рамкой поэтому выход скорее всего вот здесь вот давайте медиатором чтобы без царапин итак сняли заднюю крышку смотрим что у нас здесь здесь микрофона первый раз вижу такой микрофон первый раз вижу признаюсь так смотрим где у нас разъем сразу ищем разъем это у нас вверх то у нас вниз красные кнопки видите да здесь белые значит разъем у нас судя по всему внизу разъем дисплея судя по всему вот здесь вот давайте давайте разбираться снимаем вот этот вот винт серебристый широкой шляпкой здесь вот походу нужно снять эти два винта которые крепят которые крепятся рядом с гнездом зарядки снимаем заглушку вниз до зарядки так то с нижним модуль смотрим раскапываем разъем дисплея аккуратно смотрим что здесь здесь у нас шлейф идет вот основной системной платы разъем снимаем антистатик противная не в htc вот у нас нашли раскопали разъем дисплея переустановка нового дисплейного модуля мы сейчас с вами должны понять как его подключить для начала чтобы попробовать так он подключается давайте снимем системную плату коррекциальный кабель кабель пазы вижу вот здесь вот в общем то первый раз разбираю плату но ничего нового типичные заморочек заморочки вот htc только они так собирают телефоны разъем отстегнули это у нас антенный модуль с гнездом зарядки вот у нас вот у нас как присоединен шлейф тачскрина дисплейного модуля следовательно поступаем также присоединяем тачскрин нового дисплейного модуля к разъему застегиваем я думаю целесообразным было бы наклеечку вот этот вот шлейф вот такой вот серьезный шлейф зачем мы его снимаем для того чтобы проверить новый дисплейный модуль так другого ничего в голову не пока не приходит это присоединяем его так это у нас внизу сюда у нас идет разъем дисплея в основном шлейф втыкаем в разъем самые простые телефоны в разборке это самсунге я и фона наверно на HTC Xperia на мой взгляд самые замороченные тому кто разбирает давно их не составит труда разобраться итак вы соединяем батареек нажимаем на кнопку включения и смотрим на дисплейный модуль только все это нужно нам как-то зажать в руках я думаю подсоединяем к блоку питания так будет проще нет можно зажать пальцами зажимаем зажимаю кнопку включения виброзвонок слышу дисплей не вижу загорелся загорелся ждем когда загрузится телефон неудобная позиция рук как бы чего не соскочила сейчас нам главное быстренько проверить так и тачскрин если он работает устанавливаем и выкладываем в интернет не знаем почему телефон не раньше не попадался на дисплейный модуль вроде уже все не очень известная модель смотрим реакция есть вроде все хорошо нижние кнопки работают все работает не буду заморачиваться с правильным выключением смартфона уж очень неудобная позиция и так дисплей работает отсоединяем его снимаем разбитый дисплей постараюсь снять его правильно заказать на него стекло будет у меня новенький дисплейный модуль всего лишь за цену одного стекла стекло такое стекло можно найти на ebay я думаю оно будет стоить около 7 12 евро может больше чуть может меньше наверно с год как началась вот эта вот тема с дисплейными модулями которые стали ремонтировать может кто-то начал раньше кто-то может до сих пор не стал этим заниматься вы знаете довольно прибыльная тема поэтому подумайте и смысл заняться мы занимаемся поэтому всегда стараемся разбитый дисплейные модуля я имею ввиду если разбито стекло то снять его нормально что потом можно было поставить новое стекло либо на листовой клей либо на гель у кого как рука набита кому как удобнее поэтому всегда старайтесь снять нормально главное чтобы матрица дисплейная осталась целая потому что ее уже не починить она идет завода изготовителя вот но стекло можно переклеить перекатать как говорится даже если вы этим занимаетесь все равно старайтесь снять нормально возможность потом продать его у нас допустим многие скупают разбитый дисплейные модуля с целыми экранами поэтому так медиатором аккуратно снимаю так разъем дисплея главное не повредить разъем тачскрина уже можно связать срезать потому что уже не понадобится нам стекло все равно будем ставить новое смотрим что здесь у нас в htc обязательно найдется какой-нибудь какая-нибудь подковырка телефоны с подковырками просто так у них ничего не бывает смотрим там не скотч нам мешал нагреем сверху при нагревании то же самое старайтесь не перегреть потому что при перегрели наверно не раз замечали горит матрица дисплея и это уже не исправить приходится такой дисплейный модуль просто выкидывать впарить с горевшую матрицу будет очень тяжело сняли 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 вот у нас целый дисплей вот к примеру да я честно говоря не спросил сколько мы берем за этот дисплей на замену этого дисплейного модуля я думаю что то около 50 евро такой дисплейный модуль стоит может я ошибаюсь и посчитайте да заказываем стекло на дисплейный модуль который стоит 10 евро дисплейный модуль нам находится в 10 евро выводы делайте сами и так и так снимаем двусторонний скотч он свое отработал очищаем периметр так я наверно не пришла в голову мысль поставить все это дело на паузу потому что это много раз показывал все это видели надо будет сэкономить время сейчас я очищу периметр проклеиваю своим скотчем 300 sl обычным вот и продолжим снимать ставлю на паузу все готово обязательно прессуйте двусторонний скотч как следует чтобы не оставалось пузырьков воздуха под ним вот так вот такими вот движениями к дисплейному модулю и то же самое к рамке то есть я проклеил дисплейный модуль полностью по периметру и рамку это у нас решетка такая вот интересная динамика то есть она вылазит можно ее самом конце на скотч посадить аккуратно так что давайте сделаем это в конце пока оставим ее в стороне и так вставляем разъем тачсквина в отверстие до упора рамку к рамке теперь в ту сторону вот у нас уже разъем дисплея влез аккуратно прекрасно легло в рамку чувствуете пальцем если какой-то бугорок есть или неровность вот здесь вот или не дай бог щели обратно понимаете и вычищайте как следует лучше конечно делать все это заранее когда освобождаете скотч от этих бумажек не следите чтобы ничего на на скотч не прилипло не прилипло так застегиваем застегиваем дисплей так вот он пристегнут с изворотом вот таким вот в htc всегда все с изворотами поворотами перегибами так здесь тоже самое дисплей тоже изворотом разворотом шлейф вот так пристегнут застегиваем так смотрим что здесь ничего не забыли ничего не пропустили настолько насыщенные телефоны у них что очень внимательно нужно при сборке вот 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 он разъем кнопок звука который я чуть не пропустил застегиваем его сюда сделать это нужно было бы сначала застегиваем его сюда застегиваем шлейф так в пазы кнопка включения здесь у нас паз сел так выбор звонок ставим на место далее давайте устанавливаем нижний модуль гнездо зарядки антенный модуль так вот здесь у нас по моему было антистатик давайте его приклеим обратно так разъем застегивался пристегивался к нижнему модулю пристегнули уложили коаксиальный кабель укладываем свою канавку и пристегиваем второй конец пристегнули так заглушка 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 у нас была на этих серебристых винтиках с широкой шляпкой еще один резинка супер микрофона модного который я никогда еще не видел и вот этот широкий винтик у нас еще один серебристый находился вот здесь вот закручиваем его сюда наклеечка с информацией телефона еще не забыли вроде кнопку кнопка включения надеваем рамку симпатичный смартфон тоненький удобный хороший размер имеет мне кажется и характеристики у него неплохие и так все всем ясно дальше уже закручиваем винты они все одинаковые тут показывать рассказывать ничего не надо уже сим-карту я вставлю карту памяти я вставлю винты я закручу вот вот эту вот не забудьте вот эту вот симпатичную решеточку приклеить вот сюда вот на двусторонний скотч я ее пока просто вставлю ну и в принципе все в принципе все это у нас был HTC One SV модель PL80-130 батарейка на нуле закручиваем винты батарейка заряжается всем спасибо за внимание друзья удачи в ремонте до новых встреч до новых встреч